Я буду рассказывать об оплатке кода в браузере. Расскажу немного о себе. Я работаю в Rambler и занимаюсь JavaScript в Rambler. И, наверное, последние года три я разрабатываю сложные JavaScript-приложения. Это различные SPA, редакторы, CMS. И в сегодняшнем докладе я расскажу вам, во-первых, я расскажу вам о своей боли. Я расскажу вам об отладке с помощью консоль-лога. Почему он не подходит для того, чтобы быстро находить и решать ошибки. И для чего он нужен. И я расскажу вам об отладке с помощью специального инструмента DevTools-отладчика. В принципе, он есть в любом браузере. Но я буду рассказывать именно о хроме. Я думаю, то же самое вы сможете найти и в Safari, и даже в последнем E. Начнем, наверное, сначала. Начнем с консоли. И я расскажу вам о своей той самой боли. По работе мне часто приходится помогать другим разработчикам, искать ошибки в их коде, помогать решать какие-то проблемы, странные поведения. Это такое парное программирование получается, когда ты садишься, пытаешься подсказывать, что могло пойти не так. Иногда бывают такие ситуации. И что меня удивило больше всего, это то, что обычно разработчики не используют дебаггер, а просто пишут консоль-лог и начинают его переставлять постоянно. А еще это все там компилируется. Консоль-лог. Это жидковато. Давайте посмотрим, как выглядит типичная отладка с помощью консоль-лога. Скажем, у нас есть код, и этот код не работает. Не работает метод в третьей строчке setActive. Он не получает item, как мы думаем. И мы начинаем, мы изменяем исходный код, пишем консоль-лог item, видим, что там ничего нет. Еще там перезагружаем браузер, ждем, пока там у нас какой-нибудь ES6 компилируется в ES5. Отлично. Вот мы увидели, что item нет. Продолжаем. Теперь же мы смотрим, что у нас там find by id. И смотрим тоже item. Ну, логично его тоже нет. Опять мы потратили кучу времени на перезагрузку страниц, на изменение кода. Переключаемся постоянно между редактором и браузером. Идем дальше и смотрим, что же у нас в ID-шнике находится. И видим, что в ID-шнике у нас строка, а find where ищет по числу. Значит… А, ну тут мы еще немного переделали изначальный код, где у нас был просто return find where. Теперь нам пришлось добавить перемены, чтобы ее расконсолить. Окей, мы нашли проблему в ID-шнике. Теперь мы проверяем. Мы приводим ID-шник к числу и смотрим, что нашлось. И, наконец, нашлось то, что нам реально было нужно. Супер. Теперь же нам осталось только удалить ненужную переменную и как бы почистить за собой код. Давайте подумаем, что здесь было не так. Во-первых, большая проблема cancer log в том, что он не точный. То есть очень часто мы видим только симптом ошибки. То есть не ту реальную проблему, которая произошла, а какие-то ее последствия, которые до нас дошли. И для того, чтобы добраться до реальной причины и исправить ее, нам придется пристреливаться, постоянно переставлять cancer log с места на место. И это занимает время, это тратит силы, внимание. Следующая проблема в том, что cancer log неподробен. То есть когда мы пишем cancer log какой-то код, какое-то условие или какой-то объект, мы получаем данные только об этом объекте. У нас нет никакой возможности узнать какую-то дополнительную информацию. Например, какое состояние у другой переменной, что возвращает какой-то другой метод. Мы не можем этого сделать, не изменив исходный код, не перезагрузив страницу в браузере. Это не очень круто. И еще одна проблема, которая сейчас все больше вес имеет. Сложные приложения, они в основном компилируются. Я думаю, многие здесь используют ES6, используют какой-нибудь TypeScript, CoffeeScript. И часто время компиляции занимает, может быть, пару секунд, может, три секунды. Иногда даже может занимать восемь секунд, но это уже другая проблема, которая по-другому решается. В общем, когда ты постоянно меняешь исходный код, вставляешь туда console.log, обновляешь страницу, то еще и с рендерингом в браузере это может спокойно тратить секунд пять, и ты будешь отвлекаться на это, это начнет раздражать, и это не круто. В общем-то, из этого выходит логичный вывод. Console.log не нужно использовать для отладки. Ну, может быть, для каких-то совсем примитивных вещей. Но это не отладчик. Давайте тогда разберемся, зачем console.log-то нужен, потому что штука-то хорошая. Начнем, наверное, с самых базовых методов. Это console.log, console.warn, console.error. Эти методы, они выводят сообщения в лог браузера. Console.log может вывести какую-то полезную информацию, которая показывает, как работает ваше приложение, что там происходит в процессе. Console.warn – полезная штука, например, когда у вас есть какой-то свой фреймворк, на котором несколько разных разработчиков пишут какие-то свои компоненты, и вы решили какой-то метод этого фреймворка задеприкатить, решили сделать какой-то лучший метод, и вы хотите сообщить другим разработчикам, что пора бы перейти на то, что ты сделал. И здесь отлично подходит console.warn. Console.error – это штука, которая выводит в лог браузера сообщение об ошибке со stack trace. То, что попадает в логи консоли, можно группировать. Для этого есть метод console.group. Вы можете свернутые или развернутые какие-то группы делать, в которых будут объединены логи, например, чтобы не сильно замусоривать лог браузером. Есть еще один интересный метод в консоли – console.dir. Console.dir – это, в общем, проще начать с консоли лога. Console.log выводит объекты, некоторые объекты в специальных представлениях. Например, если вы консолите DOM элемент, то вы увидите просто строчку, как в самом верху, которая ссылается на элемент в вашем HTML. но часто нужно, например, посмотреть, какие поля есть у этого объекта, посмотреть его как нормальный объект. То же самое, в принципе, с функциями. И у консоли есть метод console.dir, который выводит такие объекты в их представлении, в их обычном представлении в виде объекта, где вы можете уже найти какие-то методы или какие-то свойства, которые вам нужны. Еще один интересный метод консоли, он не совсем про логи – это console.assert. Console.assert выбрасывает исключение, если у вас условие, которое там описано, не выполнилось. Это удобно, наверное, если вы пишете какое-нибудь условие if type of argument, не string, through new exception, что-нибудь в этом духе. Это просто более короткая запись получается. Ну, так. И вторая часть, для которой полезен консоль, объект консоль – это профилирование кода. У консоли есть метод time, который создает таймер. И таймер завершается по вызову консоль time.end с названием этого таймера. И в логах вы получаете сообщение о том, сколько времени выполнялся этот таймер. Это очень круто, когда вы начинаете оптимизировать ваш код, потому что если вы ничего не измеряете, вы ничего не оптимизируете. И еще один метод, последний, наверное, о котором я расскажу, это консоль профайл. Профайл создает отчет по тому коду, который завернут в него. Так вы можете завернуть какой-то код, у вас создастся профайл, и затем во вкладке в DevTools Profiles вы увидите этот отчет и сможете найти какие-то методы, которые тратят больше всего времени, найти bottleneck, какие-то узкие места вашего кода и заняться их оптимизацией, например, с помощью того же консоль time. Окей, подытожим на том, что делает консоль. Во-первых, консоль — это логи, это те сообщения, которые помогают вам понять, что происходит в браузере во время исполнения вашего кода. Во-вторых, консоль — это штука для профилирования, то есть инструмент, который позволяет вам находить узкие места и избавляться от них, если это вам необходимо. Теперь же, я думаю, можно перейти к отладчику, и я расскажу об основах отладки. Я расскажу об этом на том же примере, на котором мы отлаживали код с помощью консоль лога. Итак, вот у нас есть код, он бросает нам исключения, потому что сетектив не получает нужного айтема, и мы начинаем с этим всем разбираться. Во-первых, мы ставим точку останова. Для этого мы просто кликаем на номер строки. Точка останова снимается точно так же, то есть еще один клик — уберет ее. Затем нам нужно перезагрузить браузер, чтобы код заново начал выполняться и остановился на breakpoint, который мы установили. Иногда перезагружать браузер не нужно. Например, если у вас breakpoint стоит в каком-то методе, который вызывается по клику на кнопку, например. Тогда можно вообще этого не делать. Окей, мы поставили breakpoint, перезагружаем страницу, и вот у нас код остановил свое выполнение на той строке, которая нам интересна. Затем мы хотим посмотреть, что же у нас возвращает findById. Для этого мы выделяем findById и полностью метод, и наводим на него курсор мыши. И мы видим, что он, в общем-то, не возвращает ровным счетом ничего. Следующий шаг. Мы начинаем погружаться в этот метод. Мы нажимаем на кнопку зайти в вызов, и сперва мы попадаем в getId, потому что он называется первым, а потом мы попадаем в findById, вот сюда. И здесь мы можем посмотреть, что, в общем-то, тут есть. Мы наводим мышь на store и видим, что store-то у нас в порядке. Он доступен, все отлично. Теперь мы наводим мышь на id и видим, что, окей, это число. Теперь же мы сделаем вот такой вот шаг. Мы откроем побольше консоль и приведем прямо в консоли. Даже нет, я буду называть это REPL, чтобы не путать консоль и то место, где можно выполнять код. Мы откроем побольше REPL и приведем id к числу. Окей, теперь у нас в id содержится обычное число, и мы можем продолжить выполнение кода. И, в общем-то, да, мы снова выделяем find and where и видим, что он возвращает то, что нам нужно. Супер! Нажимаем на кнопку продолжить выполнение кода и видим, что отлично. Наш метод setActive отработал так, как мы хотели. В общем, давайте подумаем о том, почему это круто. Во-первых, нам не нужно было вообще перезагружать страницу, ну, только один раз, чтобы запустить выполнение кода. Это экономит, не знаю, там, может быть, одну-две секунды в зависимости от сложности приложения. Во-вторых, дебаггер позволяет управлять выполнением хода программы, а значит, мы можем там пошагово выполнять наш код, находить там место, где что-то пошло не так. И, ну, в общем, консоль такого инструмента особо-то и не дает. В-третьих, у нас есть доступ к стеку вызовов. То есть мы можем перемещаться по стеку, смотреть, какие перемены находятся в их скопах, в их областях видимости. И, кроме этого, у нас еще есть отличный работающий REPL, который позволяет выполнять код в контексте того скопа, в котором мы находимся. И мы можем там взаимодействовать с какими-то переменными, мы можем вызывать методы, можем делать, в принципе, кучу полезных вещей, чтобы быстрее найти ошибку. И еще один ништячок — это Source Maps. Дебаггер, отладчик, он отлично работает в Source Maps. То есть вы можете писать код в ES6 или там в CoffeeScript. И в коде, который вы отложите в браузере, вы будете видеть тот код, который вы написали, а не то, во что он скомпилировался. И более того, будут нормально работать брейкпоинты, будут нормально работать вот эти штуки, когда ты наводишь на переменную и видишь, что она возвращает. Это очень даже круто. Но в Source Maps есть один такой нюанс, что, пожалуй, работает достаточно хорошо, но все равно для полноценной отладки нужно знать, во что компилируется ваш код, потому что иногда переменные называются в настоящем коде иначе, чем они называются в Source Maps. Например, там Babel использует подчеркивание this, а вы видите просто this. И это немного спутает, но с этим, я думаю, можно разобраться и к этому привыкнуть. В общем, мне кажется, DevTools — штука замечательная, и она круто экономит время. Давайте посмотрим, что еще есть интересного в DevTools. То есть мы сейчас разобрали базовую часть. Теперь давайте пойдем чуть-чуть поглубже. Давайте посмотрим на Watch Expressions. Часто бывают такие ситуации, когда вам нужно держать какие-то значения на виду перед собой постоянно. Например, скажем, у вас есть цикл, в цикле вызываются какие-то методы, и вы хотите видеть значения этих методов прямо перед собой каждый раз, когда вы попадаете в эту функцию. Вы можете, в принципе, открыть консоль, открыть REPL и смотреть эти значения в консоли, набирая их руками, но это не очень круто. В общем-то, самый простой метод — это добавить Watch Expressions. Вы нажимаете на кнопку плюсик в панели Watch Expressions, добавляете выражения или переменные, какие вы хотите видеть перед собой, и затем вы увидите значение, которое возвращает это выражение или значение, которое содержит переменные. Теперь, когда вы продолжите выполнение кода, вы будете видеть, как это значение меняется каждый раз. Это удобно, когда у вас есть, не знаю, десяток каких-то значений, которые вам важны, на которые вы не хотите тратить время. Теперь немного о работе со стэком. Скажем, у вас есть какая-нибудь, например, рекурсивная функция, которая, как в этом примере, создается стэк, и в каждом из элементов стэка немного разные значения. Или, например, у вас есть какая-то цепочка вызовов методов, вы хотите посмотреть, что было раньше, до того момента, когда вы попали в ваш бергпоинт, хотите посмотреть, возможно, ошибка произошла где-то раньше. И, в общем, для этого есть панель call stack. Здесь вы можете просто кликать на элементы стэка, и вы попадаете туда. Здесь еще стоит watch expression, который показывает, как меняется значение, которое возвращает функцию при переходе из элемента стэка в другой элемент стэка. В принципе, вы имеете абсолютно полный доступ из репла к скопу, в котором вы находитесь, к скопу того элемента стэка, который сейчас активен. То есть вы можете набрать в консоли какие-то вещи и посмотреть, что там происходит. окей, а теперь немного еще такой крутой плюшечки. Это отладка асинхронного кода. Скажем, если вы… ну, давно известная проблема в JavaScript, что асинхронные вызовы, они ломают стэк. И, соответственно, если у вас… если ваша проблема находится там где-то далеко от того места, где вы ее видите, то асинхронные вызовы еще разрывают это и делают вам еще сложнее жизнь в поиске вот этой ошибки. Здесь, например, мы делаем get-запрос и у нас есть обработчик ошибки. Вот мы попали в него и видим, что стэк у нас начинается от того момента, когда мы получили ответ на запрос и мы не видим, что было раньше. Мы не видим того места, где вообще ошибка произошла. Но в хроме есть такая замечательная галочка async, которая включает… которая клеит эти асинхронные стэки и вы можете перемещаться по ним и видеть все, что было там до асинхронного вызова. Теперь мы поставили эту галочку, перезагружаем страницу и видим, что стэк у нас увеличился. И он как бы разделен xml-htp-реквестом, но мы можем, например, перейти в самый первый элемент этого стэка, в анонимную функцию и увидеть, что мы попали как раз туда, где запрос был создан. Соответственно, у нас есть тоже полный доступ к реплу и мы можем там смотреть, что происходит. Вот, сюда мы попали. В общем, давайте, наверное, немного подытожим. Подытожим, начнем. Console.log – это инструмент для логов. Это инструмент для того, чтобы вы могли в логах читать то, что происходило в вашем коде, то, что происходит там сейчас. Это не инструмент для отладки. И DevTools и отладчик в различных браузерах – это как раз тот инструмент, который поможет вам находить вот эти сложные ошибки, которые с помощью Console.log вы, скорее всего, будете искать гораздо дольше. Тем более те мои примеры, которые я показывал, они сильно упрощены. И в реальном коде все гораздо сложнее и гораздо запутаннее. И самое главное – не стоит забивать гвозди изоленты и стоит использовать инструменты так, для того, для чего они были вообще созданы. И если вы до сих пор отлаживаете код с помощью консоли, то я надеюсь, что мой рассказ, он поможет вам прийти в понедельник на работу и попробовать консоль, попробовать DevTools, попробовать отладчик, попробовать его основные штуки и начать экономить время на поиске ошибок, начать получать удовольствие от написания кода и прийти к тому, что все будут восхищаться тем, как вы отлично пишете надежный и хороший код, не откладывая. Спасибо. Я, пожалуй, закончил. Спасибо за доклад. Маленькое дополнение. Я вспомнил, у Пола Айриша был курс на CodeSchool как раз по DevTools. Там можно еще больше всяких вещей посмотреть и так далее. Да, он очень крутой. На самом деле я хочу еще дополнить один момент. Моя цель была рассказать о тех методах, которые я использую постоянно, о тех вещах, которые экономят время сейчас. И если вы начнете это использовать, то неплохо бы заглянуть в документацию, в DevTools и вы найдете там еще огромное количество интересных ништячков, которые еще больше помогут вам писать хороший код. Спасибо за доклад. Есть еще один момент. Замечал при работе с DevTools, когда у меня подключены исходники, у меня рабочая папка подключена. Я могу править мой код прямо из DevTools, но возникает одна ошибочка. не работают брейкпоинты при этом почему-то. Замечал такое? Честно говоря, нет, но я не часто использую лайфкодинг. Но насколько я знаю, когда ты меняешь функцию в лайфкодинге, она перекомпилируется в 8. Она перекомпилируется, но при этом брейкпоинты почему-то все равно не работают. Честно говоря, боюсь, не подскажу. Лайфкодинг – это такая фича, которая уже совсем крутая и о которой можно долго рассказывать отдельно, поэтому я решил ее пока опустить. Спасибо большое за доклад, Антон. Вопрос такой. Был ли опыт использования Spy.js? Использование чего? Spy.js – это для платформы JetBrains. Некий там… Честно говоря, нет. Не слышал даже, да? Даже не слышал. Я просто вроде читал крутая штука, а вот про реальный опыт не слышал. Нужно посмотреть. Спасибо. У меня еще вопрос такой. По лайфкодингу тоже совпало. Видели, как можно в репле менять переменные? Я вот сейчас слышал, что можно и код оказывается менять. Да, можно просто нажать Enter, поставить код, исправить его, нажать Command-S или Ctrl-S. И еще интересно, а можно ли подвинуть текущую строчку, где выполняется в текущем коде, просто назад чуть-чуть, чтобы еще раз выполнилось пару инструкций? Честно говоря, не знаю. Микрофон. Во время отладки ты можешь лайфкодить. Ты правишь код, и когда ты сохранишь, выполнение вернется на начало этого метода. Соответственно, ты можешь вживую отлаживать и править. Можно ничего не править, чуть-чуть пробел добавить. Ну да, главное сохранить, тогда отладка вернется на начало метода. Все, спасибо. Функции. Еще вопросы? Я правильно понял из начала презентации, что большое количество консоль-лог может повлиять на производительность? Оно влияет на производительность программиста. То есть, когда ты постоянно меняешь исходный код, то получается тебе, во-первых, нужно изменить его, переключиться из браузера в редактор, добавить строчку, затем перейти обратно в браузер, перезагрузить страницу, дождаться, пока браузер снова проинициализирует весь JavaScript. Плюс еще тут может быть момент с компиляцией кода, например, из ES6 в ES5. И это все не быстро. Особенно если ты постоянно переставляешь консоль-лог, как обычно это происходит, то вот эта пауза в секунды 3-4 она может начать раздражать очень быстро. Особенно если ты сидишь уже час, пытаешься найти ошибку. Вот таким образом она влияет на фокус и на производительность. Еще такой маленький вопросик. Насколько с твоей точки зрения плохо вставлять консоль-лог в продакшене? Не считая того, что они поддерживаются в старых IE, мне кажется, это не так уж плохо. На самом деле есть очень крутая штука. Называется debug-библиотека от TJ. Она позволяет писать логи, создавать логгеры, давать этим логгерам названия, например, там, myapp, двоеточие, там, dispatcher, и писать с помощью этого логгера в консоль браузера логи. Но по умолчанию, во-первых, эти логгеры выключены. Во-вторых, их можно включить, написав debug enable, название там компонента или там звездочка или просто маску какую-то. И тогда вы будете видеть те логи, которые у вас, ну, то, что происходит у вас в вот этом компоненте. И это очень круто, потому что, мне кажется, такие штуки можно оставлять даже для продакшена, потому что они по умолчанию все равно не работают. Но это поможет вам, например, найти какую-то проблему. Например, когда к вам прибегает менеджер с красными глазами и говорит, все сломалось на продакшене. И как бы вы заходите, включаете вот этот дебаг, смотрите, о, точно сломалось вот здесь. Потому что часто окружение разработки, окружение продакшена может быть разное, и это как бы поможет сэкономить время на воспроизведение. Так что я вот очень рекомендую эту штуку. Плюс, когда, например, я пишу какие-то NPM-модули, я там тоже оставляю дебаг, потому что это позволяет, когда ты подключаешь такой модуль, если что, посмотреть, что там внутри происходит. И мне кажется, это крутая штука. Но консоль-лог просто оставлять, наверное, не очень хорошо. Друзья, коллеги, пожалуйста, не расходитесь на обед, потому что он все равно еще не начался. У вас есть прекрасная возможность пообщаться еще, позадавать вопросы. Окей, тогда давайте пока я задам вопрос. Мне кажется, что Антон поднял вообще очень важную тему того, что и правда почему-то люди, несмотря на то, что дебаггер прекрасен существует в браузерах уже очень давно, почему-то он мало используется даже очень хорошими разработчиками. И как ты думаешь вообще, как сделать так, чтобы люди наконец-таки прекратили уже использовать консоль-лог? То есть понятно, что надо начинать с малого, например, сделать доклад на отраслевой конференции и рассказать про это. Но, наверное, этого все-таки не хватит. То есть может быть там парное программирование, вот ты тоже упоминал его. То есть как людей наконец-то заставить уже использовать правильный инструмент для правильных задач? Мне кажется, да, это в первую очередь какой-то евангелизм. И, наверное, это единственный инструмент. Мне кажется, что много разработчиков попали в JavaScript из какой-то начальной веб-разработки. И у них не всегда есть вот этот бэкграунд, когда они используют отладчики. Это им непривычно. И мне кажется, если… Ну, вот как делает Google с этим курсом на CodeSchool? Как там… Доклады… Даже не доклады, а видео от Поля Айриша, где он рассказывает о тоже использовании отладчика. Все, что делают эти ребята, оно помогает все-таки прийти к тому, чтобы работать с JavaScript как с серьезным языком программирования. И на самом деле каждый инструмент должен выполнять свои задачи, потому что каждый инструмент должен быть под стать проблеме. Потому что, например, если вам надо поправить что-то примитивное, то вы вполне можете открыть блокнот и исправить там строчку. То же самое с Console.Log. Если вам нужно проверить что-то такое несложное, то в Console.Log вообще нет ничего зазорного. Но если вы работаете со сложными приложениями, где там, не знаю, 10 тысяч строк кода на JavaScript, то, пожалуй, Console.Log вам подойдет очень плохо. И, наверное, к этому сами разработчики придут, что дебаггер действительно экономит время на таких запутанных сложных компонентах. У меня дополнение к этому. Я видел, как бэкендеры больше используют DevTools, чем фронтендеры, потому что у них больше бэкграунд именно в отладке. И еще как можно привлечь фронтендеров к использованию DevTools парменное программирование с бэкендерами. Садишься и рассказываешь, как подключать это все. Да. Еще как вариант можно взять какую-нибудь технологию или работу еще уже на какой-нибудь сайте и пытаться ее раскопать. И в этом случае очень сильно поможет DevTools тоже. Да, это очень крутая тема, потому что можно действительно открыть какой-нибудь Facebook или Instagram и посмотреть, как он работает с помощью DevTools. Я часто так делаю. Привет, Антон. Привет. У меня есть такой вопрос. Как давно ты сам начал использовать вообще DevTools? И, наверное, ты не из тех людей, что реально там начал сразу же как только приступил к разработке под веб, использовать DevTools на полную мощность. Тоже, наверное, консолил, тейлил. Конечно. Как давно и что тебя сподвигло? В общем, такие вопросы более актуальны. Я начал его использовать, наверное, больше года назад. Мне показали, как можно его использовать. И я даже не знал о такой штуке и подумал, как на там слайде с ничего себе. Ничего себе. И правда это практически сразу было понятно, что этот инструмент, он помогает. И, в принципе, как бы я это и хотел передать в докладе, что начать использовать DevTools очень легко. Ну да, как бы до этого я там даже алерта как-то ставил. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Я правильно понял, что первая часть была про то, что используете DevTools взамен Live Reloaded, например, тому же самому, когда вы напрямую код исправляете, а потом уже… Ну, в какой-то степени да. Я эту проблему пропустил, потому что если у вас там приложение компилируется 8 секунд, то вы, наверное, будете использовать какие-то инкрементальные билды, вы будете использовать Live Reloaded и, в принципе, как бы вот эта настройка, она, мне кажется, будет сделана в приложении. Но DevTools, он, в принципе, не исключается Live Reloaded, ничего не мешает его использовать и там без него. Просто это экономит время, потому что не надо там переходить в редактор, все это править. И тем более есть моменты, когда для того, чтобы поставить console.log, допустим, у вас есть функция в духе там лямбда функции, которая сразу возвращает результат. И чтобы посмотреть, что в этой функции получилось, вам нужно добавить перемены, сохранить результат, который там метод этот возвращает в эту перемену и только потом расконсолить. Не всегда console.log максимально прозрачно вписывается. Спасибо. Вопрос не совсем про отладку, но рядышком. Допустим, нужно собрать какой-то отчет об ошибке, данные для отчета об ошибке. По примеру, как в нативных приложениях. Есть какой-то? Stack trace? Stack trace плюс, наверное, какой-то кусочек данных, чтобы восстановить картину. Да, есть на самом деле интересная штука. Вы можете в DevTools включить остановку на неперехваченных исключениях. Соответственно, когда у вас возникнет исключение, выполнение кода остановится, вам передастся управление кодом, вы можете посмотреть все, что там находится и у вас будет под рукой stack trace, где вы тоже можете перемещаться и смотреть, что там происходит. Это то или… Не совсем то. Когда это удаленно. Это произошло у кого-то где-то и хочется получить такую же приблизительную картинку. По-моему, есть инструменты в духе New Relic, которые позволяют логировать, ну, отправлять JavaScript ошибки и отчеты о вообще происходящем на фронте куда-то вам, на почту или еще куда-то. Спасибо. Привет. Спасибо за доклад. Спасибо. Хотел спросить, как вот ты решаешь такую проблему часто, когда вот в VDE редактируется код и нужно посмотреть, как именно в браузере в этом месте он остановится. То есть именно, чтобы поставить breakpoint, я должен найти это место в коде в браузере и поставить там… Я обычно использую команду debugger, но просто это нужно перегружать весь код. Какой еще другой способ? Поиск по всему коду. Честно говоря, я не знаю другого способа. Мне кажется, keyword debugger, он вполне отличный, потому что его ставишь один раз и как бы точно так же, как ставишь breakpoint… Потом в другом месте, потом в другом, потом их пять в пяти местах… Не-не-не, если ты поставил debugger, ты же можешь уже ходить по стеку и смотреть, что там происходит, выполнять пошагово. То есть… Надо перегружать код, перегружать страничку. Вот в этом минус-то есть. Ну, по-моему, это надо делать только один раз, а потом уже можно… Не, ну да, один раз. Один раз, но надо делать как бы… Ну да, но когда ты ставишь breakpoint, тебе же тоже нужно перезагрузить страницу, скорее всего, в браузере. Ну, по сравнению с console log'ом тебе не надо делать постоянно просто. Ну, хорошо, спасибо. Антон, спасибо за доклад. Я тут… У меня вопрос по поводу логирования. Что, если тебе постоянно нужно собирать статистику о клиентах? Ты уже сказал, что ошибки можно отправлять на сервер. А есть ли какие-то способы логировать вообще все удобно с клиента в качестве сервиса? Знаешь ли ты что-то такое? Google аналитика? Ну, типа того, да. Ну, честно говоря, мне кажется, логировать все странновато. Скорее всего тебе нужно логировать какие-то там важные для тебя вещи и, возможно, Google аналитика с их ивентами. Может, там у New Relic есть что-то подобное больше как бы для программистов сделанное. Но, честно говоря, как бы я не сталкивался с такой задачей просто. Антон, спасибо за доклад. Хотел добавить свой личный опыт. Я пользовался DevTools довольно давно. пришел в команду, где этого не было. То есть люди работали просто так, консоль логами, то же самое. И они довольно быстро просекли, что я это делаю быстрее. Дебаг никому не нравится. Ну, в принципе, это довольно трудоемкая и не самая приятная вещь. Дебаг в смысле вообще отладка как процесс. Вообще, то есть написать код замечательно всем – это здорово. А потом идти искать, в чем же здесь проблема – это никто не любит. И, соответственно, время, которое я тратил на дебаг, очень увеличилось. То есть все стали подходить, все стали спрашивать. И пришлось банально заниматься обучением. То есть всех от QA до других программистов и даже контент-редакторов. И, кстати, вот этот на Code School этот курс действительно очень помог. Да, я тоже многое узнал оттуда. Когда уже умел что-то делать, прошел курс и понял, насколько больше всего интересного можно делать. На самом деле рассказывать другим, как пользоваться DevTools и понимать, что ты научил людей экономить время и это помогает твоей команде тоже – это просто великолепно, мне кажется. Это очень круто. Спасибо Антону. Спасибо вам за вопрос. Я, кстати, заметил такую особенность, что все люди стали на конференции благодарить за выступления докладчиков. В общем, я считаю, что это очень правильно, так что продолжайте это делать. Если вы хотите поговорить с Антоном, он будет в кулуарах, соответственно, подходить к нему, задавайте вопросы. Я думаю, ты обязательно ответишь. Сегодня целый день здесь.